Бурными аплодисментами участники приветствуют каждый новый проект. На церемонии закрытия презентованы пять лучших. Профориентация, Лес Победы, спортивные площадки, благотворительность. Всего на суржере представлено 50 молодежных инициатив. Все они направлены на развитие городов районов Оренбуржья. Я представляю проект скейт-парка, который будет построен в парке имени Пушкина, города Бузулка. У нас парк имени Пушкина, он сейчас реконструируется, и там выделено место. И это место администрация города, и застройщик позволили взять мне под данный мой парк. Добровольчество, информационный поток, профилактика и культура – основные направления. Елена Смоленинова из Медногорска представила новый проект по сохранению исторической памяти. В ее родном городе был высажен Лес Победы. Теперь парк требует благоустройства. Для того, чтобы Лес Победы жил, мы хотим обозначить эту территорию, сделать ее более узнаваемой. Мы хотим перед входом Лес Победы установить арку из металлоконструкции с названием Лес Победы, а также заложить памятный камень с табличкой, которая будет вносить информацию о том, когда, через чего был высажен Лес Победы. Рифей – еще одна стартовая площадка для молодых и активных. Возможность реализовать свои идеи, выйти с разработками на новый уровень, услышать оценку экспертов. Этот форум – один из самых ожидаемых для оренбуржцев. Молодежь – это всегда самое важное для Оренбуржской области, как и для любого региона. Сегодня их проекты приносят то новое, чем мы затем пользуемся, что мы используем в государственном управлении, что мы используем для продвижения определенных идей в экономике. Авторы 19 проектов получили грантовую поддержку в сумме от 15 до 100 тысяч рублей, а четыре участника будут представлять Оренбургскую область на молодежном образовательном форуме Приволжского федерального округа Иволга, который пройдет в следующем году. Ольга Энгель, Семен Воробьев, Новости дня.